Добрый день, уважаемые коллеги. Мы проверяем работоспособность нашего канала. Всем ли слышно? Площадки, будьте любезны, сообщите. Слышно ли нас? Поскольку мы работаем сегодня под перевод. Изкидьми, Ташкент изолан. Ташкент на линии. Вы нас слышите? Да, мы слышим. Ташкент, спасибо. Коллеги, я на других... Ереван тоже слышит. И видит вас. Другие площадки, пожалуйста. Есть кто-нибудь, кто нас слышит? Простите, еще раз. И все на связи. Спасибо, спасибо, слышим вас. Таджикистан, Душанбе, слышим вас, спасибо. Кто-нибудь еще? Слышно? Да, Бишкек, спасибо, слышим вас. Но, по-моему, мы вас не видим. Из Кишинева, мы вас слышим и видим. Нас слышно, видно? Да, спасибо, слышим и видим вас очень хорошо. Ага, спасибо. Украина, Киев. Да, Киев слышит и видит. Спасибо большое. Приветствуем, Киев. Беларусь. По-моему, Минск у нас не участвует сегодня в нашей великой конференции. Всех мы проверили? Все площадки проверили? Или кого-то забыли? Казахстан. Казахстан подключен? Нас слышно? Похоже, что нет. Да, похоже, Казахстан не подключился. Ну что ж. Давайте начнем работу. Я приветствую всех вас, коллеги, на нашей конференции в рамках сети МирПал. Сегодня я буду вести нашу встречу из Москвы. И мне помогает Алишер в Таджикистане. Он, собственно, будет сопредседателем, поскольку наши докладчики находятся именно там. И сегодня мы хотели бы обсудить доклад о развитии навыков для расширения возможностей трудоустройства в Таджикистане. И сегодня будут выступать два соавтора этого доклада, Мохаммед Эксанадж-Живат и Ильхом Абдуллаев. Я приветствую вас от имени Степана Титова, который, к сожалению, не смог принять участие в нашей встрече. Он сейчас находится на встрече. Ну а теперь давайте мы, собственно, перейдем к работе. Передаю слово Душанбе. Алишер, прошу вас. Мы вас не слышим. Пожалуйста, микрофон включите. Мы вас не слышим, Таджикистан. Во-первых, позвольте поприветствовать вас всех. Спасибо за предоставленную нам возможность сделать презентацию нашей работы для вас. Да, спасибо. Продолжайте. Мы вас слышим. Слышно, да, перевод? Все в порядке. Продолжайте. На самом деле эта работа выполняется в рамках программы, предусмотренной для трех стран в Таджикистане, в Узбекистане и в Киргизской республике. И это работа, которая касается предоставления рабочих мест и развития профессиональных навыков. Эта работа на самом деле выходит за рамки того, что мы делаем, как правило, на рынках труда. Здесь мы более глубоко рассматриваем развитие профессиональных навыков. Здесь предусматривается также привитие когнитивных и некогнитивных навыков. Некогнитивные навыки – это какие-то социальные, другие навыки. И поэтому наши, вот этим именно и отличается наше исследование от других ранее проведенных. Здесь охватываются и навыки межличностного общения, навыки работы с людьми. Сегодня Ильхом, надеемся, приведет нас к тому обсуждению, которое касается вопросов рынка труда. Почему люди принимают решение уезжать из страны, какова разница между странами, а также каково мнение или каковы будут реакции на возвращающихся мигрантов, что в последнее время начинает преобразовываться уже в вопрос или проблему. И мы будем говорить о вопросах миграции и о возвращающихся мигрантах сегодня во время встречи. Давайте начнем сначала с того, что мы вкратце вам представим. То, что мы узнали в результате составления этого отчета по Таджикистану. Затем мы хотели бы обсудить все результаты отчета и хотели бы услышать ваше мнение о том, каким выводом мы пришли в нашем отчете, в нашем исследовании. Также можно будет обсудить и другие вопросы, связанные с этой темой, и то, что касается, конечно, миграции. Меня зовут Ильхом Абдулоев. В нашем отчете мы объявили четыре основных аспекта. Это вопросы миграции, вопросы трудоустройства, вопросы именно получаемого образования и развития когнитивных и некогнитивных навыков. Видите ли вы нашу презентацию, извиняюсь. Хочу ли вы показать? Виден вашу презентацию. Окей. Просто мы не видим, извиняюсь. Когда мы приходим к второму нашему слайду, это основные выводы отчета. Я хочу отметить, что именно политическая стабильность и высокий экономический рост Таджикистану способствовали росту занятости, но занятость основного росла среди мужчин, а не женщин. И занятость росла именно в неформальном секторе, что вызывает у нас беспокойство по поводу качества создаваемых рабочих мест Таджикистан. Ильхом из Москвы очень извиняемся. Так как презентация транслируется из Москвы, будем очень признательны, если вы будете говорить, когда нам переключать слайд. Отлично. Спасибо. Я сейчас на втором слайде. Скажите, что нам не видно презентации. Просто нам не видно презентации. Если вы... Если вы установите для всех, чтобы мы тоже видели. Возможно ли это? Ирина, вы видите, пожалуйста, на экран презентацию. Так, она выведена. Помимо Душанбе, остальные страны видят ее? Армения. Я в страны видя. Это у нас, да. Такому не видят. Ну тогда они, пускай сами прибавляют. А для наших? Да. Принесите лэптоп. Принесите лэптоп, отключим к проектам. Окей, сейчас, давай я побуду. Мы также обнаружили то, что уровень занятости весьма высок у людей с развитыми когнитивными и некогнитивными навыками. Мы отметили то, что так как население у Таджикистана молодое, именно развитие навыков у молодого населения может увеличить у нас эффект, так называемый эффект демократического дивиденда. Мы также в отчеты привели пять рекомендаций в области политики, но о них я расскажу в конце моей презентации. Мы приходим к третьему нашему слайду, и основной факт нашего отчета в том, что наши результаты, они дают возможность нам разработать стратегию развития Таджикистана до 2012 года и делать именно акцент на развитие именно когнитивных и некогнитивных навыков. Исан говорил об этом. Дело в том, что наши результаты основываются на уникальном обследовании, которое мы провели именно в трех странах Центральной Азии. Это в Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане. Такие обследования проводятся вне стран Организации экономического сотрудничества и развития. Результаты нашего исследования предоставляют сферу деятельности для Таджикстана, для подготовки как будущих работников, так и текущих работников. Переходим к четвертому слайду. По содержанию нашей презентации я хочу сказать то, что сначала я начну говорить о состоянии рынка труда в Таджикстане. Приду некоторые показатели развития рынка труда. Потом расскажу о взаимосвязи между навыками и занятиями трудоустройства в Таджикстане. Потом расскажу о процессе формирования навыков. И в конце предоставлю именно рекомендации по развитию навыков в нашей стране. По состоянию рынка труда хочу отметить то, что в связи с бурным экономическим ростом в течение 10 лет экономический рост в Таджикстане варил в 8%. И это соответствовало росту занятий в Таджикстане. Рост занятий в Таджикстане соответствовал также росту населения. Однако необходимо отметить то, что занятость в основном создавалась в неформальном секторе, нежели в формальном секторе. Наша статистика показывает то, что за период 2006 года население Таджикстана выросло на 17%. А вот занятость в формальном секторе выросла всего лишь на 10%. Вот разница в 7% у работников занята в основном в неформальном секторе. Если вот именно развить занятость по когортам, возрастным когортам и на пол, то тоже можно увидеть очень интересную картину. Можно увидеть то, что занятость среди мужчин, средняя занятость среди мужчин, она близка к уровню занятости, по цене уровня занятости среди стран, участниц Организации экономического сотрудничества и развития. А вот у женщин эта занятость намного остается. И эта разница в основном ощутима у женщин в возрасте от 20 до 34 лет. что составляет где-то 35%. Это возраст, как мы знаем, это возраст, когда женщина, как бы, деторожный, так сказать, деторожный возраст. И женщины в основном заняты тем, что сидят дома и сидят за своими детьми. И по нашим грубым расчетам, если Таджикстан добьется того уровня занятости, как у стран экономического сотрудничества и развития, то еще где-то более 700 тысяч женщин могли бы вносить вклад в развитие экономики Таджикстана, грубо говоря, могли бы быть заняты. Придем именно к слайду по качеству работы в Таджикстане. Там я хочу отметить три основных момента. Дело в том, что в Таджикстане высокий уровень неформальной занятости. Конечно, определенные неформальные занятости, они разные. Мы применили то определение, которое именно включает людей, которые являются неоплашенными семейными работниками и не умеют трудовой договор. Мы знаем, что чревато отсутствие трудового договора. Это то, что человек не получает социальные деньги и не соблюдаются условия охраны труда. И вот именно такой большой неформальный сектор предполагает то, что качество работы у людей, у работников, соответственно, низкое. Второй момент. Я хочу отметить то, что зачастливая часть работников в Таджикстане выполняют физическую работу и повторяющие операции. И очень мало количества людей, работников, они получают какие-то новые науки у себя на работе. И самый высокий именно процент получения знаний – это в сфере услуг, а самый низкий получается в сфере сельского хозяйства. Также в Таджикстане наблюдается низкий уровень использования компьютеров на рабочих местах. Она варьируется от 20% в секторе услуг до 26% в секторе государственного управления. По сравнению, например, с Сичуанской провинцией, Китая, уровень использования компьютеров примерно 55%. Мы переходим к другому слайду по поводу производительности труда. По данному вопросу я хочу отметить то, что производительность труда в Таджикстане, она выросла и рост с 2000 года по 2011 год превысил 50%. Это примерно 4% в год. Что сопоставимо показать своим других стран, включая Бразилию, Чили, Польшу и Турцию. Но если мы посмотрим глубже и сравним его именно с ростом заработных плат в Таджикстане, получается то, что реальная заработная плата в Таджикстане выросла на более 300% с периода 2005 года, а производительность труда на этот период выросла всего лишь на 32%. Это, конечно, вызывает беспокойство. Такой рост заработной платы, она чревата тем, что снижается конкурентоспособность в Таджикстане. И, соответственно, меньше инвестиций будут поступать в Таджикстан и меньше будут создаваться новые рабочие места. Мы перейдем к девятому нашему слайду. Именно по поводу демотивации участия на рынке труда. А в основном в Таджикстане демотивирована молодежь. Это связано... Это получается то, что люди, молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет слишком разочарованы, чтобы искать работу. Примерно 16% молодых мужчин от возраста 20 до 24 лет они сказали, что они не заинтересованы в польской работе, так как не верят, что найдут хорошую или достойную работу. Это показатель много ниже у женщин. Она составляет примерно 16%. Даже учитывая это, это показатель, если сравнивать с иностранными участницами Организации экономической структуры для своей развития, это намного выше. Для сравнения хочу отметить, что именно показатель под демотивацией в возрасте 15 до 24 лет в странах ОСР, она составляет всего лишь пол процента. Получается, то, что рынок труда в Таджикстане сейчас не в состоянии поглотить именно молодежь в трудоспособном возрасте. И мы наблюдаем очень интересную картину миграции, то, что демотивированная молодежь у нас выезжает именно на заработки в Россию и в Казахстан. И вот, если посмотреть на профайл, то, что мигрантов – это, особенно, молодые, это люди, особенно, 16, по 35 лет, и большинство из них не имеют именно профессиональное образование. По вопросу системы рынка труда, это наш 10-й слайд. Спасибо. 10-й слайд. Хочу отметить, что большинство респондентов отметили то, что в Таджикстане отсутствуют информационные технологии в рынке труда. И где-то 67% опрошенных отметили, что они столкнутся с проблемами к доступу информации о существующих вакансиях. Кроме того, где-то 80% ищущих работу, они отметили то, что у них нет именно умения или, так сказать, навыков представления своих квалификаций работодателя. Мы перейдем к второму блоку нашей презентации по вопросам навыки трудоустройства. В 12-м слайде я хочу отметить то, что наши исследования, они базируются на исследовании когнитивных, так и на когнитивных навыках. Опять же, я хочу отметить, что это уникальное исследование до этого исследования проводились по именно оценке технических навыков. Такого рода исследования проводятся впервые в наших трех странах Средней Азии. Под когнитивными навыками мы понимаем применение логического, интуитивного и творческого мышления, где входят память, грамотность и умение считать. Под некогнитивными навыками мы изучаем навыки общения, социальные, эмоциональные навыки, жизненные навыки, личностные качества. Это открытость для новых идей и общение с новыми людьми, это отношение к работе на своем рабочем месте, это стремление принятия решений, стремление достижения и настрой на развитие. В нашей группе были двое социологов, которые занимаются разработкой индикаторов по когнитивным и некогнитивным навыкам. Вопрос у нас они оценивали развитие навыков используя тесты. Для каждой группы из навыков были созданы соответствующие несколько тестов и некоторые были, например, по памяти и грамотное сочетение давали именно текст, люди читали текст, и по содержанию текста давали несколько вопросов, люди отвечали на эти вопросы. По умению читать, например, давали таблицу с указанием графика, например, автобуса когда они приезжают, когда приезжают, и людям необходимо было посчитать от пункта А до пункта Б, сколько им понадобится времени, чтобы доехать. Используя эти задачи, мы вычислили именно индикаторы конъективных и не конъективных навыков. Я хочу отметить то, что в следующем слайде, наш 13 слайд, хочу отметить то, что в Таджикстане сейчас идет рост на навыки новой экономики. Что мы подразумеваем под навыками новой экономики? Это те индивидуальные навыки, которые не поддаются автоматизированию. И связаны именно с логическим размышлением людей. Рост именно спроса на навыки ручного труда в Таджикстане падает. Мы использовали исследования 2007-го года 2009-го года и наше исследование 2013-го года. И вот это изменение спроса на навыки, она, конечно, соответствует именно с той структурным изменением, которое происходит в нашей экономике. Дело в том, что доля услуг в экономике стремительно растет уже с 2000-го года. А доля сельскохозяйцев и промышленных, где именно используются навыки ручного труда, они стремительно падают. Следующий слайд. это взаимосвязь между образованием и трудоустройством. Хочу отметить три момента по данному вопросу. Это то, что наличие высшего и среднепрофессионального образования, оно содействует занятости. Те люди, которые имеют на порядок высшее образование, они имеют более вероятность беззанятыми. И именно этот процент высок у мужчин. Это не странно, как помните, в начале моей презентации я показывал, что занятость высока у мужчин в Таджикстане. Также хочу отметить то, что в Таджикстане существует значительная отдача от высшего образования. Она примерно где-то составляет 40%. Если сравнивать у человека, который имеет высшее образование, у человека, который имеет высшее образование, у него заработана средняя на 40% выше. Другой аспект это то, что с повышением уровня образования падает уровень неформальной занятости. у людей, которые имеют высшее образование, вероятность того, что они будут работать с неформальным сектором, составлять всего 34%. Это вероятность намного высока у людей, которые имеют ниже среднего образования. образования это взаимосвязи между трудостройством и образованием, но нам хотелось отметить самый основной аспект, который привозят наши отчеты. это взаимосвязи между трудостройством и навыками. хотим отметить три основных момента. Это то, что взятые лица в Таджикстане имеют более развитые когнитивные и некогнитивные навыки. это основном ощутимо в умениях считать, применять счеты. Также необходимо отметить, что когнитивные и некогнитивные навыки более развиты у наемных работников формального сектора, нежели работников неформального сектора. И чтобы утвердиться в нашем результате, мы проверили ряд регрессий, включая разные факторы, и семейные характеристики, включая реагональные характеристики, и взаимосвязь между взаимностью и когнитивной аналогами, она осталась значимой во всех регрессиях. Следующий слайд у нас по вопросу формирования навыков, я хочу отметить, что вот этот граф, который у вас высвечен на экране, и интенсивность именно по социальным, эмоциональным навыкам и когнитивным навыкам, она указывает на тот период жизни, где именно сильно человек восприятен получением этих навыков. технических Дело в том, что вот именно возраст от нуля до пяти лет, она является самым важным моментом в жизни человека, где он получает вот эти, как когнитивные навыки, так и механитивные навыки. В последующем своей жизни, когда он будет получать свое профессиональное образование, у него формируются технические навыки. и хочу отметить то, что сейчас в западной литературе активно делается не на доступ к образованию, а именно на качество образования. Это в основном на развитие как когнитивных и некогнитивных навыков именно в ходе начального, среднего и дошкольного образования. Сказав об этом, я хочу отметить то, что, как я говорил, основной период жизни человека, когда он приобретает, где укрепляется у него когнитивные и когнитивные науки, это до пяти лет. И если сравнить именно уровни покрытия программ дошкольного образования в Таджикстане, можно увидеть удовольствующую картину. Это то, что покрытие программ дошкольного образования намного ниже тех, которые у наших соседей и бывшего Советского Союза. Например, покрытие дошкольного образования детей до трех лет составляет меньше одного процента. Например, в Узбекистане этот процент составляет одиннадцать процентов. У нас в раз больше. Если это сравнивать, например, с Корейской республикой, то в Корее это почти 38%. По тридцать детей дошкольного образования в возрасте от трех до пяти лет, по нашим отчетам составляет шесть процентов. В некоторых отчетах эта цифра немного выше, она показывается девяти процентов. и даже если сравнивать его, например, с той же Кореей, или странами Организации экономической функции развития, она все равно пять или шесть раз ниже. Если учитывать именно вопросы питания, недостаточно питания детей, когда вот именно проблема приобретения когнитивных и некогнитивных навыков этапа жизни человека она стоит очень остров в Таджикистане. Давайте посмотрим теперь на уровень получения высшего образования в Таджикистане. Хочу отметить, что уровень высшего образования в Таджикистане очень высок, что очень хорошо. Но если посмотреть именно как займя связи ее с благосостоянием, уровнем благосостояния, можно увидеть то, что люди именно как сказать более богатые люди они могут позволить получить высшее образование нежели те люди, которые находятся на низких металях расходов. И если это по полу, то можно увидеть то, что уровень получения высшего образования намного высок у среди мужчин, нежели женщин. Даже для самых богатых. Например, если уровень высшего образования составляет 33% у мужчин, у женщин она в два раза меньше, она составляет 16%. А представляете, как дела составляют у низких слоев, так сказать, населения по потреблению. она в четырех раза ниже. Другой аспект, и очень важный аспект именно формирования развития навыков, это, конечно, приложение профессиональных тренингов с работодателями. и по нашим оценкам то, что в Таджикистане менее четверти компаний предлагают тренинги для своих штатных сотрудников. Ну, это, соответственно, связано с политикой. В Таджикистане до сих пор нет именно налоговых стимулов для работодации, чтобы они предлагали профессиональный тренинг для своих сотрудников. Следующий слайд это взаимосвязи между образованием и навыками. А еще отметить то, что есть позитивная корреляция между образованием и приоритетными навыками. Это, с одной стороны, хорошо. Люди, которые получают больше образования, они получают больше навыков, как когнитивные, так и некогнитивные. Но, если именно смотреть по распределениям, то можно увидеть очень интересную картину. То, в одной самой среди людей, которые имеют одно и то же образование, есть люди, которые имеют разные уровни развития навыков. и, если, например, человек, который получил высшее образование, имеет такой же уровень развития когнитивных, инерктивных навыков, как тот человек, который имеет среднее образование. Это, конечно, говорит о качестве системно-формального образования в Таджикстане, которое остается низким. как я обещал, у нас есть несколько рекомендаций по развитию навыков в Таджикстане. как перейти к ним, я хочу отметить, что развитие навыков – это не только обязанность государства. развитие навыков участвуют как семьи, местные сообщества, и учреждения формального образования, также компании, фирмы, и учреждения, которые взрослые образования, учреждения подготовки взрослых, у нас называемые центры взрослого образования. если семья, местные сообщества, и учреждения формального образования, они задействованы на подготовке будущих работников, то именно компания, и учреждения, вот именно подготовки взрослых, то они подготавливают текущих нынешних работников. Наши пять рекомендаций в области политики, они, конечно, во-первых включают то, что именно необходимо развить, расширить программы раннего развития детей. Именно дать правильную жизнь старт детям. Второе это предоставить обеспечение усвоения материала учащимся за счет модернизации учебных программ и качества преподавания, чтобы не только укрепить качество образования, но также укрепить взаимосвязь между уровнем образования и когнитивно-когнитивным навыками. А в-третьих, это формировать навыки, которые необходимы для работы в соответствии со спросом работодателей. это можно реализовать за счет выбросших активных программ на рынке труда, которые могут быть сфокусированы на отдельные группы населения, а также предоставить некоторые стимулы для компаний, чтобы они предоставляли тренинги для своих штатных сотрудников. четвертая наша рекомендация это включает именно стимулирование предпринимательства посредством предоставления таких курсов высших учебных заведений, которые развивают учащихся предпринимательский дух, и тех навыков, которые тянутся на рынке труда. Последняя наша рекомендация это именно содействует соотношению спроса работодателей с приложением навыков со стороны работников. Это можно сделать посредством развития информационных технологий в области труда, которые могут снизить или убрать существующие препятствия для сотрудников и работников позволят им демонстрировать свои навыки или квалификации работников. Это у нас все. Это конец нашей презентации. Если у вас вопросы, мы будем рады на них ответить. в том вопрос, что вы можете сказать, что очень интересная презентация. слышим. А слышно сейчас? кто-нибудь слышит? Кто-нибудь слышит? слышит? Помимо тех, кто в российском офисе. и так, хотел бы поблагодарить авторов за очень интересную и информативную презентацию, и сейчас мне хотелось бы передать микрофон представителям трём стран, Кыргызстан и Узбекистан, которые принимали участие в этом обследовании, и потому что аналогичные исследования проводились в этих странах, и наверное у них есть вопросы, которые они хотят задать коллегам из Таджикистана. Выключи с выключи с выключить. А кстати, выдаем в Кыргызстан, кто хотел задать вопрос для наших слушателей? Может быть, кто-нибудь из Кыргызстана может начать вопросы, задавать авторам, коллегам из Таджикистана. Спасибо Спасибо большое за презентацию, было очень интересно. Мне кажется, что было бы хорошо, и, может быть, авторы данного отчета и данной презентации рассматривали, было бы хорошо еще получить информацию именно по секторальной разбивке, где необходима рабочая сила и какие навыки необходимы для того, чтобы каким-то образом способствовать, чтобы экономика Таджикистана начала еще более развиваться. Мне интересно узнать, были ли какие-то, рассматривались какие-то аспекты в этом контексте. Потому что, конечно, те рекомендации, которые были сделаны в рамках данного отчета, и также те наблюдения, которые были презентованы, они полезны и интересны, но в то же время... Прошу прощения, пожалуйста, участники в Таджикистане, вы могли бы отключить пока свои микрофоны, потому что у нас очень сильно идет интерференция, и мы плохо слышим вопросы. Спасибо. Сейчас слышно? Хорошо. Я хочу сказать, что, да, конечно, те наблюдения, которые отражены в отчете, очень интересны и полезны, но они как бы касаются общих направлений, то есть рекомендации, которые отражаются, они как-то общего характера, повышать качество образования, повышать доступность образования, в зависимости от возраста, тех, которые в будущем будут участвовать как рабочая сила в экономике. Но было ли рассмотрено, в чем проблема именно сейчас в экономике, несоответствие, которое есть, и которое необходимо как бы перекрыть за счет того, что, может быть, развивать какие-то программы по трудоустройству и по обеспечению навыков, которые необходимы сейчас? Вот мне интересно, с этой точки зрения, какие были наблюдения, какие были рекомендации? Спасибо. Таджикистан, вы можете ответить. Таджикистан, мы вас не слышим. Таджикистан, вы нас слышите? Позвольте, я и сам приведу вопрос. У нас, в принципе, здесь возникают проблемы с переводом, просто потому что мы понимаем, что в Таджикистане есть еще работают синхронные переводчики одновременно. И, наверное, можно сейчас задать еще один вопрос. По-моему, все проблемы решились. Что касается... Вопросы по переходу от общего к конкретному, многие страны воспринимают именно вот этот вопрос о навыках, соглашаются с ним и говорят, что сейчас, когда мы определили проблему, связанную с когнитивными и некогнитивными навыками, то, что является проблемой для страны, спрашивают, мы хотели бы знать для конкретных секторов, какие вопросы и какие проблемы вы можете перечислить и какие конкретные навыки мы должны рассматривать. Ильхон в своей презентации поднял некоторые из этих вопросов открытость, отношение, понимание, когнитивные навыки некоторые он упомянул. Это вот то, что выполнять работу в срок, умение работать с товарищами в группе, в коллективе. И задача сейчас заключается в том, чтобы выполнить эту работу и предпринять дальнейшие шаги, касающиеся конкретных секторов, делать анализ и оценку на уровне конкретных секторов. Я имею в виду, что, как правило, берутся от 3 до 5 секторов. И, как правило, этот анализ проводится на основе выборки от 300 до 500 фирм или компаний. Вы начинаете с ними обсуждать, какие навыки им требуются. И в такой стране, как в Таджикистане, вы, наверное, должны будете оценивать те отрасли, которые являются более динамичными. Не надо брать все секторы, все отрасли, а надо брать те, которые сейчас развиваются и должны попытаться именно над этими работать отраслями. Например, такую работу мы будем выполнять в Казахстане. И мы будем рассматривать там, в Кыргызстане, сектор туризма. Это тот сектор, который относительно динамично развивается и относительно новый. И затем нефть и газ тоже будем смотреть. Это относительно давно реализуемый сектор. Тем не менее, там сейчас возникают новые вопросы, мы будем их рассматривать сообща. И когда мы сделаем такой анализ, для того, чтобы подтвердить, какие проблемы есть, мы будем говорить уже о том, какие требуются конкретные навыки. Потому что эта работа, да, отличается от того, что раньше вы видели. В принципе, вот в подобной сфере речь идет о том, какое обучение предоставляется и так далее. А теперь впервые мы рассматриваем те вопросы, как навыки умения считать, читать, грамотность, другие навыки. Как человек должен относиться к своему рабочему месту, какие отношения должны быть с сотрудниками, с коллегами. И дальше мы переходим на другой уровень. Мы определим сначала вот эти общие вопросы, а потом конкретно применительно к каждой отрасли будем о них же говорить. Но через первый шаг или первый уровень наших действий мы должны показать, в каких сферах наиболее заинтересованы страны. И определяем это, и затем следующий шаг мы определяем, что именно конкретно нужно для каждой важной отрасли. Она была именно основана на опросе домохозяйств. Опросе домохозяйств можно просто оценить со стороны предложения рабочей силы, а не со стороны спроса на рабочую силу. Соответственно, тот вопрос, который нам задали, она более относится к тем обследованиям, которые проводят среди работодателей. Это вот обследование на спрос на рабочую силу. Вот именно применение нашей методологии, возможно, также применение таких обследований, но это уже второй этап. Спасибо за этот ответ. И сейчас, может быть, есть другие заинтересованные лица, которые хотят задать вопросы авторам доклада. Может быть, Узбекистан, в Узбекистане есть вопросы к коллегам из Таджикистана. Спасибо большое. В Узбекистане есть вопросы. Во-первых, хочется поблагодарить за достаточный текст отлад, который... Прошу прощения за то, что я вас прерываю. В Таджикистане, пожалуйста, не забывайте выключать микрофоны, потому что у нас идет интерференция микрофонов. Спасибо большое за достаточно интересный доклад, который как-то расширяет представление вот нас, слушателей, о проблеме, навыках и заставляет по-другому на что-то посмотреть. Но, однако, я хочу сказать, у меня что-то возникли сомнения в том, достаточно ли проведенное обследование получило возможность дать реальную объективную оценку ситуации в Таджикистане. Потому что я тем временем посмотрела доклад по Узбекистану, и те выводы, которые здесь сделаны, есть очень много залихватских выводов, которые не соответствуют действительности. Например, доля занятости в промышленности значительно превосходит занятость в сельском хозяйстве. Такого у нас никогда не было в республике. Или, например, каждый пятый мужчина трудоспособного возраста в Узбекистане работает за пределами республики. Такого у нас тоже нет, потому что мы баланс трудовых ресурсов имеем, и в этом балансе тоже отражается ситуация на рынке труда. Ну, то есть, вот я думаю, что, как пожелание на будущее, если такие доклады делать, может быть, лучше по одной стороне сделать, но более глубоко, чтобы действительно отражало объективную ситуацию, и действительно это было бы, больше пользы принесло бы, потому что у нас аналогичная ситуация в республиках. Теперь относительно навыков. Вы знаете, я бы ожидала, чтобы вот в этом докладе были более систематизированы эти навыки, систематизированы и, как вам сказать, ну, то есть, много говорится о навыках и о детских дошкольных учреждениях, и даже зависимости детских, того посещал, не посещал детские дошкольные учреждения, занятости от этого зависимость. И, там, предположим, умение считать, читать, писать. Ну, это, может быть, более актуально для африканских стран, для информирования, или, может быть, что-то я не так понимаю. Но навыки для профессиональной деятельности, вот как их систематизировать, каковы направления получения этих навыков, хотелось бы об этом побольше. И теперь, в качестве вопроса, я хотела бы вот у уважаемого Ильхома спросить, то есть, вы сформулировали формирование навыков и пять направлений, формирование, основные направления формирования навыков. Вот, хотелось бы узнать, так как у нас примерно одинаковые ситуации, какие направления наиболее развиты в Таджикистане, и какие направления наиболее препятствуют профессиональному росту и трудоустройству кадров в Таджикистане. Спасибо. Таджикистан, мы вас не слышим, не забывайте включать микрофон. Минуточку, наш презентаттор обсуждает ответ. Just a second, because our two presenters are discussing the answer. Our presenters are discussing the answer to this question. In a couple of seconds, they will be in your answer. Ильхома спросить. Спасибо за ваши вопросы. Мы провели обследование, и мы попросили респондентов предоставить нам информацию на основе некоторых вопросов в анкете. Часть вопросов предлагалась впервые в пилотном режиме. Слышно меня? Перевод слышен? Достаточно слышен перевод. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Миграции иногда очень трудно толковать, и мы понимаем это, что в сельской местности могут возникнуть вопросы относительно того, какое количество, допустим, человек выехало в тройную миграцию из Узбекистана. Эта цифра была озвучена во время нашей работы, но мы готовы обсудить дополнительно с вами этот вопрос. Что касается вопроса о том, как измерялись навыки, как определялись навыки, это хороший вопрос. Конечно, у нас не было времени сегодня подробно это рассматривать, но этот вопрос обсуждается в отчете. Но коротко могу сказать, что мы, вот что касается вопроса грамотности, эти вопросы мы задавали, таким образом определяли. Мы давали определенный параграф из 120, допустим, слов, давали эти абзацы людям прочитать. И после чтения параграфа мы задавали 5 вопросов по параграфу, по этому тексту. Они могли... Они читали... Допустим, они прочитают параграф, затем отвечали на 5 вопросов к этому тексту. И таким образом мы пытались определить, понимают ли читающие смысл текста. Это называется функциональная грамотность. Грамотность, это касается того... Касается умения читать или писать. Нам это не важно. Что важно для нас, это понимание. И вот в этом мы и... На это мы и делали упор. Это пример того теста, который мы проводили относительно грамотности. Что касается умения считать, мы показывали шкалу людям, и они пытались ознакомиться и истолковать эту шкалу или таблицу. Другой пример. Люди пытались понять, как вычислить, сколько надо принимать медикаментов. То есть, ну, это такая элементарная математика, да, сколько таблеток надо принимать, например. Это примеры умения считать то, что необходимо в ежедневной практике. Это элементарное умение. Что касается памяти, мы провели простейший тест. Попросили, дали людям ряд чисел и попросили их повторить услышанные ими числа. Если они правильно их повторяли, то мы сначала даем им просто, допустим, разные числа, пять разных чисел. Если они правильно это воспроизводили, мы им повторно давали шесть цифр, потом семь, если они правильно распроизвели, восемь, до тех пор, пока они не сделают первую ошибку. Таким образом, мы проверяли память. Это примеры того, как мы проверяли память, умение считать и писать. Мы и грамотность. И как Ильхом отметил, эта работа была проведена при помощи психологов, потому что именно они являются специалистами относительно составления таких вопросов. И я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо, что вы на часть вопроса ответили, но только о навыках. О навыках. О Аджикистане уже конкретно. Сейчас я к ним приду. Именно достаточно реальная картина. Дело в том, что исследование проводилось, она является репрезентивной по всей стране. И такие исследования проводятся некоторыми институтами, именно по опустам охозяйств. Они дают аналогичную, альтернативную статистику по стране. Не только то, что государственная статистика, но и международные, как Всемирный банк. Они проводят такие исследования, не только такие исследования, но также есть, например, исследования по изучению стандартов жизни населения. И вот эта статистика дает альтернативную статистику государственной. Но хочу отметить то, что это статистика, вот наше обследование было, она репрезентивна по всей стране. По поводу формирования навыков, хочу отметить то, что там, я говорю, от четырех институтов, которые содействуют развитию навыков. Конечно, мы напокрыли часть учреждений формального образования. Мы показали то, что, да, система формального образования в Таджикстане содействует приобретению как когнитивных, так и некогнитивных навыков. Но вот качество образования не дает всем такую возможность развить именно когнитивные навыки. И вторая группа, вот именно вторая группа субъектов – это компании. Я отмечал, что до сих пор компании, мало компаний предоставляют вот именно возможность профессионального обучения своим сотрудникам. Ну, как я отмечал, это зависит от того, что в Таджикстане до сих пор нет именно системы стимулирования предоставляющего такого вида обучения на работе. Для сотрудникам. Учреждения вот именно взрослого образования у нас в Таджикстане существуют. Они у нас, эта сессия очень большая, она во всех фактических районах Таджикстана. Они предоставляют тренинги, как возвращаются иммигрантам, так и безработным. Но до сих пор в Таджикстане не было проведено ни одно исследование, или, так сказать, оценка об эффективности вот именно программы взрослого образования в Таджикстане. Я сейчас ничего не могу сказать вот именно в области центров взрослого образования. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, я понимаю, что больше вопросов от Узбекистана нет, или все-таки есть? По Узбекистану больше вопросов нет. Спасибо. Большое спасибо, Узбекистан. И мы продолжаем с другими нашими площадками работу. Армения в вредном порядке. Пожалуйста, есть ли у вас вопросы, Армения? Нет, у Армении вопросов нет. Спасибо. Благодарю вас. Есть ли вопросы от Молдовы? Большое спасибо за интересные исследования и за те затронутые вопросы, которые были поставлены и подали ответ. Нас интересует такой вопрос. Разрабатывается ли в Таджикистане прогнозы рынка труда? И какой принцип формирования вот этого прогноза? Спасибо. В СМИ сейчас разрабатывает другой отчет. Отчет по развитию… …развитию рабочей силы Таджикистана. Она еще готовится публикацией. Она еще не опубликована. В данном отчете приводится ответ на ваш вопрос. Дело в том, что формально в Министерстве экономики и торговли делаются прогнозы по именно, сколько необходимых рабочих мест, по каким специализациям, и эта статистика передается Министерству образования и, соответственно, разрабатывает учебный план Министерства образования для вузов. Дело в том, что здесь отсутствует связь между работодателями и учебными заведениями. Это наблюдается не только учреждения с начальными и среднепрофессиональными образованиями, а также у высшего образования. Мы даже в нашем отчете отметили то, что система начальная и профессиональная образования в Таджикистане находится в худшем состоянии, так как многие, как вы помните в советское время, эти училища были связаны именно с госприпятиями. После развала Советского Союза, они были приватизированы, и вот эта связь между работодателями и профучилищами, она была потеряна. Сейчас вот именно материальная база у этих училищ, она устаревшая, никто ее не обновляет, и учебные планы, они почти что остались вот именно в том же уровне. Буквально недавно вот именно отменили подготовку по специализации вот именно этих программистов. Помните, в советское время готовили именно ЭВМ-шиков. Вот это у нас недавно ее отменили. Соответственно, вот в том нашем отчете даются четкие рекомендации, как вот именно связать работодателей с вот именно с учебным заведением. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Молдова. Украина, Киев. У вас есть вопросы? Мы ничего не услышали, только щелчок кнопки. Коллеги, Киев, у вас отжат микрофон, мы вас не слышим. Спасибо, у нас нет вопроса. Спасибо, Украина. Спасибо, Украина. Мы вас услышали. Пожалуйста, есть ли у кого-то еще вопросы из участников нашей Великой конференции, кто еще не успел что-то спросить или хотел бы еще что-то выяснить? Микрофон, пожалуйста, включите. Включайте. Ну что ж, в таком случае... Здравствуйте, я меня слышу? А, wait, wait a minute. Вы слышите? Да, пожалуйста, мы вас слышим. Руссим Тахиров, директор общественной организации молодежного века, Таджикистан. У меня вопрос в основном к докладчикам, так как отчет показывает в основном рекомендации по развитию навыков. Первый вопрос, значит, по каким целевым районам была проведена вот эта ваша тестовая работа, согласно которым был составлен отчет и рекомендации. То есть это город, район, сельская местность, да, то есть и городская местность, они отличаются у нас очень существенно в Таджикистане. Поэтому вот разбивка какая была. Далее, значит, системы рынка труда остаются слаборазвитыми. То есть здесь отмечен, значит, высокий процент отсутствия, значит, доступа к информации. Однако, думаю, что это немного неправильный такой момент и данные, потому что на самом деле, если взять те системы по поиску работы, которые сейчас есть при Минтруде, они есть, однако они в основном не то, что недоступны, они доступны. Но после того, как люди получают доступ к работе через эти центры занятости, да, то есть здесь другая проблема. Здесь проблема их, значит, скажем, проблема состоит в том, что эта работа не дает им отдачи и, скажем, не заинтересовывает их в дальнейшем, да, то есть проблема даже не мотивации, а проблема в заинтересованности дальнейшей. Также хочу отметить тот фактор, что в экономике Таджикистана растет спрос на навыки новой экономики. Опять же, здесь очень цифры разнятся по моим наблюдениям, которые у меня есть согласно моей работе. То есть навыки новой экономики у нас здесь не особо развиваются, а навыки именно ручного труда растут в очень большой прогрессии, в связи с чем это подтверждается трудовой миграцией населения, которые именно за счет ручного труда выезжают из Таджикистана в те страны, которые вы озвучили, Казахстан и Россия. Россия, конечно, больше всего. И, естественно, там они занимаются в основном ручным трудом, за что и получают денежные средства и тем самым обеспечивают свои семьи. Физически, да, физически ручной труд. Далее, значит, обучение по месту работы проводится редко. Здесь также я уже хочу предложить вам вопрос, докладчикам, чтобы вы проводили опрос с точки зрения именно, насколько сами компании подготовлены к тому, чтобы подготавливать кого-то. Потому что на рынке труда очень большая проблема с обучением именно самих руководителей, руководителей предприятий, компаний, организаций, чтобы от них требовать, например, проведения обучения среди своих сотрудников. Ну и плюс здесь еще одна проблема, которую стоит учитывать, это то, что когда компании занимаются обучением, то здесь помимо каких-то мотивационных решений со стороны государства, то есть присутствует в наличии и текучка среди кадров, которые, получая образование, сами открывают точно такие же предприятия. В связи с этим это тоже одна из проблем по развитию навыков на местах. Ну и, конечно, предпоследнее. Это вы отметили пять направлений, то есть субъектов, которые играют существенную роль в развитии навыков человека. То есть здесь не указаны такие сектора, как общественный сектор и госсектор, которые играют очень важную роль в становлении и развитии навыков человека. То есть мне интересно, почему не было внесено по вот этим категориям общественные организации и государственные органы, скажем, образование и другие целевые органы. И, конечно, по вашим стратегическим задачам, которые вы предлагаете, здесь я не вижу какие-то рекомендации, согласно которым возможно развить мотивацию. То есть говорится, например, в четвертом пункте стимулирование предпринимательства и инноваций за счет повышения качества высшего образования. Однако здесь не только высшее образование, здесь нужно создавать и практические базы. И это не просто практические базы, они должны быть производственными, и они должны быть представлены в самом бизнесе. То есть здесь необходима поддержка из самого бизнеса, чтобы вот эти обученные кадры принимать, чтобы они работали. Спасибо. Я попробую ответить на часть из поставленных вами вопросов, но прежде чем я это сделаю... Но до этого мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Какую роль, по-вашему, может играть гражданское общество? Общество. В данный момент примерно сейчас в Таджикистане зарегистрировано более 2,5 тысяч организаций, и при этом государство в целом не может тоже содействовать, то есть полностью регулировать процесс развития науков, и при этом в представлении, что такое гражданское общество, это общественные организации, ассоциации, которые, в принципе, включают в себя основу свою, составляют из научных кругов, из различных профессионалов, из различных секторов. То есть они сейчас в Таджикистане очень развиты, в принципе, но пока что их деятельность не так активна и широка, но все-таки сюда стоит вовлекать гражданское общество, потому что они большую часть своей работы направляют именно тоже на развитие навыков и являются некой альтернативой тем государственным органам, которые занимаются развитием навыков среди населения молодежи, и хотел отмечить также, что молодежь у нас составляет 70% от всего населения, даже больше. Думаю, после последнего опроса цифра будет 73-75% от общего населения. И сейчас также в Таджикистане приняты законы о волонтерстве. Есть различные другие законы, согласно которым много общественных инициатив проходят именно по повышению навыков среди молодых людей. А почему молодые люди? Потому что именно они будут являться основной трудовой рабочей силой в Таджикистане в будущем. Уже буквально через 2-3 года из того количества рабочей силы, которая составляет 2-2,5 миллиона, станет как минимум 3-3,5 до 4 миллионов может возрасти. При том, что уже к маю этого года, если не к апрелю, население Таджикистана вырастет до 8,5 миллионов населения. Я ответил на Ваши вопросы? Да, спасибо. Да, Вы ответили, согласен, справедливо отмечено. Если Вы заметили, мы говорили о семье, о сообществах, но я понимаю Ваши предложения, Ваши точки зрения о гражданском обществе и думаю, что это тоже необходимо принять во внимание. Я хочу сделать еще несколько замечаний. Это ремарк, только опять отвечая на первую ремарку, это национальное обследование и охватывает сельское население, и участвовали представители села. Мы были в городах, мы были в сельской местности, мы отметили, что существует огромная разница между городом и селом, и думаю, что это вполне резонно. В городе определенное преимущество над селом во многих отношениях, в том числе в отношении вопросов дошкольного обучения, доступа к дошкольному обучению. В городе, конечно, много больше возможностей, чем в сельской местности, да, мы, конечно, это наблюдали. Что касается миграции, было несколько фактов, которые были подняты вами, отличные факты. Понятно, что люди видят в этом жизненную возможность. То есть молодые люди в Таджикистане в трудоспособном возрасте могут заработать в трудовой миграции от 2 до 6 раз больше. И это, конечно, существенно важная причина, по которой люди мигрируют. И если прочитать, в отчете мы отметили некоторые навыки людей, которые намереваются мигрировать, а также люди, которые пытаются вернуться после миграции. Вот это вот очень необычно. Раньше мы не наблюдали за теми... Мы не наблюдали за навыками людей, которые пытаются... Желают иммигрировать, и навыки людей, которые возвращаются после миграции. Это очень интересно. Вот... Есть небольшой... Конечно, небольшая погрешность в этом типе людей, которые пытаются мигрировать, или откуда миграция, например, насколько интенсивна миграция из города или из села по навыкам. Но что касается мигрантов из... Те, которые возвращаются из миграции, у тех, кажется, что навыки образования чуть выше, чем у тех, которые готовятся к миграции за пределы страны. И можно дополнительно еще поработать с данными, со статистикой... Следующим интересным вопросом, который можно было задать, это что делать, что мы должны делать, когда речь идет о реинтеграции людей, вернувшихся из миграции, чтобы они остались в Таджикистане или в Узбекистане. Будь то... Поскольку потеряли, утратили возможность в России, и есть возможности, о которых мы можем размышлять, но это вот возможность поразмышлять об этом. Да, мы, конечно, можем думать о других направлениях миграции, но можно подумать и о возможностях производства внутри страны, так, чтобы люди были более заинтересованы в работе на отличном рынке труда. Говоря о взаимодействии с работодателями, эта вещь отсутствует в... Другая услуга. Здесь речь идет о том, как контролировать качество, как управлять этими вопросами в этом подрегионе, субрегионе, в этой части Центральной Азии. Поэтому на самом деле есть необходимость улучшения этих навыков, этой сферы. Например, есть те, кто имеют лучшие навыки или лучше умеют контролировать и управлять, они могли бы как раз таки и управлять процессом. И, наверное, потребуется пересмотрение учебной программы, которая преподается, которая применяется в школах, может быть, в системе среднего образования или высшего образования. Давайте также добавим... что спрос на навыки новой экономики, которая в основном задействована в сфере услуг, она растет, так сказать. По поводу вот именно утечки кадров, подготовки работодателей, это, да, очень хороший вопрос. Дело в том, что у нас эта система не так уж хорошо налажена. Но дело в том, что вот в литературе, вот в западной литературе, эта работа уже ведется давно, уже 50-х лет министр писал об этом, да, вот самый известный экономист об изучении трудовых ресурсов. Хекман писал, Беккер писали. Они писали то, что фирмы, они предлагают два бита образования. Это фирмы-специфик, да, вот те знания, которые именно применяются в данном предприятии. И general knowledge, general specific training. Это те знания, которые применяются в разных других компаниях. Вот, и в компании, вот именно государству, нашу правительство, надо, чтобы она предоставляла стимулы вот этим именно работодателям, чтобы они не только вот предоставляли вот именно специфическую такую, специфические тренинги, но также тренинги по общим знаниям для сотрудников. И, соответственно, там и теория говорит о том, что при нанимании работников фирма уже с ним договаривается. Например, заработную плату в начале, до получения этого тренинга, он дает низкую, а после этого получения заработной платы, соответственно, заработную плату увеличивается. И приобретении навыков, и приобретении опыта с работодателем, заработную плату увеличивается. Это и сокращает проблему текущего навыка кадров. Но это надо у нас в Таджикстане создавать, надо эту культуру развивать работодатели. Это отдельная работа. По поводу взаимодействия общественного сектора, государственного сектора, именно формирования навыков, хочу отметить, что эти институты являются косвенными. Прямыми институтами являются университеты, институты, которые являются государством у нас в Таджикстане. Они являются основными актерами, игроками. То, что вы говорили, общественный сектор, он помогает в формировании навыков через учреждения взрослого образования. Всем известна, например, Академия ТИСКО, которая у нас работает в Таджикстане. Это отдельный институт, независимый общественный институт, который помогает приобретению навыков в области IT. Он тоже общественный институт, но идет через центры взрослого образования. Спасибо за интересный отчет. Меня зовут Тураханова Дильбар, я работаю независимым консультантом. У меня есть такой вопрос. Во-первых, я хотела с вашим последним замечанием согласиться, потому что Таджикстане совершенно не раз это сфера неформального образования. То есть был такой у нас тренд в Министерстве образования, когда гражданскому сектору было просто запрещено осуществлять вот эти все курсы неформального образования. То есть это была большая масса людей, которая получала новые навыки со стороны гражданского общества. Сейчас они решены такой возможностью, потому что нужно получать лицензии, что дорого и невыгодно. И у меня такой есть вопрос, что ваше исследование очень много отметило разрывов гендерных в области навыков между мужчинами и женщинами. Но, к сожалению, ваши стратегические задачи совершенно не предлагают никаких решений в этой сфере. Я думаю, это очень важный вопрос, особенность в контексте трудовой миграции мужского населения, когда женщины остаются. И нам очень хорошо известно, что 70% населения проживает в сельской местности и сектор сельского хозяйства, который является одним из ключевых секторов, который вносит вклад в валовый продукт наш, там работают женщины. И это ручной труд, опять же, да, и там очень развита неформальная занятость. То есть в основном большая часть женщин, которые там работают, они заняты неформально. То есть я хотела уточнить, с учетом того, что вы планируете использовать результат этого исследования для разработки стратегии 2020, обязательно в порядке включить сюда гендерные аспекты. И это касается и расширения доступа к качественным программам развития, и это касается политики по балансу между домом и семьей, work and family balance, потому что именно отсутствие, есть прямая связь между отсутствием доступа детей к дошкольному образованию. Это влияет на занятость женщин напрямую, то есть есть такая статистика, которая собиралась обследованием рабочей силы, где было показано, что разведенные женщины и женщины, которые имеют уже взрослых детей, уровень занятости у них выше, чем у женщин, которые только вышли замуж или только родили детей. То есть я думаю, что это очень важно в каждую из ваших стратегических задач включить гендерный аспект, потому что разрывы действительно существенные. Спасибо. Представлюсь я Мавжда Азизова, юрист-консультант проекта международной организации по миграции. Мы работаем с нашими гражданами, которые выезжают в трудовую миграцию в Российскую Федерацию и Республику Казахстан. У меня вопрос касательно вашего отчета. Опрашивали ли вы граждан, которые вернулись из трудовой миграции, и какое процентное соотношение между теми, которые вернулись из Российской Федерации, и те, которые, например, проживают в Таджикистане, и какая разница между их навыками, как вы подчеркнули, что разница есть в принципе. И второй вопрос, не то что вопрос, а пожелание принять во внимание именно трудоустройство тех граждан, которые на сегодняшний день оказались запретниками, то есть в списке запретников, которые не могут въехать вторично на территорию Российской Федерации. Мы говорим о навыках по трудоустройству, это в отношении тех граждан Таджикистана, которые планируют в дальнейшем стать работниками и вообще трудоустроиться. Но на сегодняшний день для Республики это самый главный вопрос по трудоустройству именно тех граждан, которые вернулись из трудовой миграции. Мы должны помочь им реинтегрироваться. Поэтому хотелось бы попросить вас, чтобы вы непосредственно в вашем отчете отметили эти моменты и предложили, как можно применить на практике их навыки. Между прочим, их навыки намного выше тех граждан, которые на сегодняшний день, например, работают в Таджикистане. Несмотря на то, что у них нет образования, пускай среднего специального или даже высшего образования, но сама работа в трудовой миграции повысила их навыки до такой степени, что они могут работать даже лучше всех специалистов, которые имеют практическое образование. Я хотел бы пару комментариев сделанных. Первое, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы подняли гендерный вопрос. Это действительно очень важный момент. В тех моментах, где мы охватываем данные гендерные вопросы в нашем отчете, они, конечно, связаны в первую очередь с тем, что женщины больше проводят времени в семье, воспитывают детей, и поэтому, конечно, они менее заняты в экономике. Спасибо, что вы подняли этот вопрос. Что касается трудовых мигрантов, да, у нас есть информация о двух видах трудовых мигрантов. Скажем, это первая группа – те, которые планируют мигрировать и работать за рубежом, и те, которые уже работали за рубежом и планируют или уже вернулись, и они планируют вернуться в страну. Был проведен некоторый анализ этой информации, и поэтому, что мы нашли, фактически то, что нам всем уже известно, что многие уезжают из страны для того, чтобы работать на непрофессиональных должностях. Они работают либо в области строительства, либо в области ЖКХ, и у них невысокий уровень их навыков. Простите, какие страны не слышат перевод? Тишиневый не слышен. Коллеги, мы слышим только на английском, нужно на русском. Мы не слышим на русском. Простите, какие страны не слышат перевод? Что мы заметили, что, говоря о мотивирующих факторах для мигрантов, в первую очередь, это финансовый фактор, получить больший доход. Сейчас слышно? Коллеги, по-прежнему русский перевод не работает. Пожалуйста, проверьте. Не слышно. Слышно? Слышно? Да, да, работает. Одним из значимых мотивирующих факторов, это то, что они надеются на получение хорошего дохода. И это необходимо для того, чтобы они оказывали помощь своим семьям, поддерживали свои семьи. И не только в Таджикистане, но и в особенности в Таджикистане, можно сказать, те, кто желают мигрировать для того, чтобы найти работу, они получают навыки. Те, кто вернулись из этих стран из миграции, мы обнаружили, что, кстати, их навыки почти идентичны тем навыкам, которые присутствуют у работающих в Таджикистане. То есть это означает, что они на самом деле ничему новому не научились или не улучшили свои навыки. И это означает, и это важно отметить, получается, что какой-то утечки кадров не было. Просто люди с целью большего заработка выезжали из страны, но на самом деле они не выиграли в том смысле, что они не приобрели каких-то лучших навыков или новых навыков там. Но вам следует подумать об этом, это важный вопрос, поскольку, по-видимому, они выполняют тяжелый труд, они получают оплату, но навыки свои они не усовершенствуют. Когда люди отправляются в другие страны, предполагается, что они должны и улучшить свои навыки, выиграть от того, что они мигрировали для работы. И поэтому этот аспект миграции следует всегда учитывать и думать над тем, как этого добиться, чтобы люди улучшали свои навыки. Спасибо за ваш ответ, regarding the fact that there is no difference between those who... Мы конечно можем с вами обсудить на Русский перевод. I would argue with you on that. Мы могли бы с вами поспорить по поводу наших выводов, потому что мы делали обследование серьезной выборки и более 200 женщин, более 200 мужчин. Потому что мы не слышим новости. Таджикистан, уважаемые переводчицы в Таджикистане, мы не слышим на русском языке ничего, мы слышим только на английском. Пожалуйста, проверьте. Пришли на русский. Вы согласились, что 102 человека из 270 тысяч департаментов, это очень маленькая доля. И там есть вероятность все-таки отклонения, какое-то статистическое отклонение. Да, это можно долго спорить, но хочу отметить для вас и для наших коллег из Кыргызстана, Узбекистана и других стран, что эти данные скоро будут открыты в доступе, это при политике Семенного банка, так как данные исследования всегда отдаются именно для общественного использования. Вы можете использовать вот эти привычные данные, так как там не только есть, как Ишан отметил, возведутся мигранты и те мигранты, которые хотят, люди, которые хотят поехать в мигранцию. Также есть группа людей, которые до сих пор там, текущие мигранты, и есть люди, которые вообще не хотят уезжать. И можете сравнивать с почти этим группой людей. И навыки, и кондиционерные навыки, и уровни образования, и другие идут, они смены характеристики. А вот вопрос насчет реинтеграции, да, это вопрос стоит, и сейчас он остро стоит, как после принятия вот этих новых законов Российской Федерации, да, получается. И вот именно в связи с экономическим кризисом сейчас получается то, что иммигранты где-то 75% теряют именно револю от реинтеграции. Да, вот именно, да, в переводерживающей пленоте, вот именно теряют где-то 75%. Если буквально 300 долларов ежегодно они отправляли семья, то сейчас получается в долларом эквиваленте, в рублях доллара эквиваленте, на 75% меньше. Здесь также стоит вопрос не только о экономической реинтеграции, да, как чтобы они приехали, нашли работу, ну, быстро экономическими интегрировались. Но также как-то сертифицировать их навыки, которые они получают, технические навыки, да, вот именно те технические навыки, которые они получили, работая там. Мы все знаем, что таджистские мигранты, они, закончив среднюю школу образования, да, среднюю школу уезжают за границу без какого-нибудь профессионального образования. Но там они получают какие-то элементарные профессиональные навыки. Приезжая сюда, они не могут сертифицировать и найти вот именно достойную работу в Таджистане. Соответственно, здесь нужен институт, который мобильный и может именно помочь в аттестации вот этих элементарных намоков в Таджикистане. Я вас согласен. Спасибо. Предложение, которое вы сформулировали, может быть уже добавят, может быть и наши предложения со стороны гражданского общества. То есть это первое, реформирование трудового законодательства. Для чего это нужно? Это для того, что, как вы сказали, как в западных странах есть такие программы поддержки предприятий, которые обучают свой персонал. То есть у нас это не закреплено в законодательстве трудовом. Далее предложить правительству поддерживать создание тех производственных предприятий или компаний, которые будут создавать производство и вообще вести свою работу со стратегией развития в 5-10 лет, например. То есть для них какие-то преференции уже налоговые или таможенные, еще какие-нибудь другие льготы создать для частного сектора. Потому что одним из тоже рынков труда является частный сектор. Далее. Создать центры подготовки на базе НПО сектора и поддерживать их со стороны правительства. И четвертое. Создавать или поддерживать производственно-практические базы в виде создания бизнес-инкубаторов. Вы знаете, что это уже по всему миру. Бизнес-инкубаторы содействуют как раз становлению, формированию любых производственных линий, мощностей по созданию, скажем, рабочих мест. И, естественно, там же будут обучаться как сами компании, так и, естественно, они будут создавать какие-то условия по трудоустройству для населения, для частного сектора. Спасибо. Коллеги, у нас осталось 15 львов. Позвольте нам задать вопросы из Москвы. Да, пожалуйста. Вот меня несколько удивило ответ, по-моему, представителям МОМ о том, что навыки мигрантов, которые возвращаются из России, они, практически, не меняются. До этого я читала, но... И, не, 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 проводили... Это не есть другие навыки, там, на раскрытике, да. Коллеги Душанбе, пожалуйста, подставьте на мьют. Спасибо. Которые, как правило, будут в обратном. И, как правило, подавляющее большинство трудовых мигрантов, которые проработали в других странах, возвращаясь, имеют более высокий профессиональный потенциал. Поэтому у меня вопрос. Проводили ли вы, сопоставляли ли вы какие-то группы людей, которые, допустим, вот выезжает он на работу в Россию, интересовались ли вы его уровнем его навыков, его профессиональной квалификации, и потом проводили ли вы опрос по его возвращении. Только сопоставив вот эти данные, можно делать такой вывод. Насколько я поняла, у вас такое не проводилось. Или я не права? Так, да. Как раз беседовала я с нашими презентаторами, и получилось так, что, наоборот, я сказала, что те граждане, которые возвращаются с Российской Федерации, по сравнению с гражданами, которые работают в Таджикистане, навыки наших трудящихся мигрантов... На порядок. На порядок, да. Касательно проведения анализа по тем гражданам, которые выезжают... Извините, мы не слышали, но порядок меньше или больше? Нет, больше. Выше, мы говорим. Что навыки у них выше у граждан Таджикистана, которые возвращаются из Российской Федерации. То есть трудовая миграция их обучает навыкам. Пускай даже у них нет аттестата, например, высшего учебного заведения или средне-специального вуза. Но большинство наших граждан выезжает сразу после окончания школы. Естественно, у них нет специализации, но находясь на территории Российской Федерации, работая на строительстве или на каких-то других объектах, естественно, практически они приобретают навыки. Но у них нет сертификата. Поэтому по возвращению на территорию Таджикистана им предлагается, естественно, для того, чтобы зафиксировать свои навыки и разряд, мы предлагаем непосредственно обращаться в Министерство труда, при котором имеется Центр обучения взрослых, который после проведения аттестации и принятия экзаменов выдают данные сертификаты по разрядам. А касательно проведенного анализа, то, что сказали, спросили вернее, проводился ли такой анализ среди граждан, которые выезжают, то есть перед их выездом и после их возвращения, чтобы определить, насколько их навыки повысились, такой анализ, естественно, не проводился нашей организации. А также, в принципе, может быть, по этому отчету, который делает Всемирный банк, эксперты, может быть, они предложат для того, чтобы эту оценку увидеть, предложат иммиграционной службе, то есть Минтруду, чтобы они в дальнейшем смогли такой анализ провести при содействии Всемирного банка. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Будьте добры, вот я хотела задать такой вопрос. В прошлом году, по-моему, Молдова проводила подобное исследование по рынку труда, по требностям в рабочей силе, подготовке работников. Вы знакомы, знакомы ли вы были с тем исследованием молдавским, когда вы приступали к своему исследованию? Я не знаком с молдавским отчетом и молдавским исследованием, но мне известны другие аналогичные. В рамках нашего банка я могу сказать, что такая работа проводилась для того, чтобы оценить навыки и насколько они способствуют повышению продуктивности. Коллеги, мы не слышим перевода. Стоит на русском. Здесь слышат меня? Да, теперь слышат. В аудитории? А в аудитории не знаю, мы в Москве вас слышим. И что? Часть перевода только слышали. Давайте попробуем, если сейчас слышно. Пусть еще раз повторит он просто. Давайте. Я говорила о том, что я именно в работе по Молдове не участвовал в обследовании, но на глобальном уровне, вот то, что наша группа выполняет, мы называем это повышение навыков для того, чтобы для цели проведения обследований по повышению, насколько эти навыки способствуют повышению продуктивности на уровне домохозяйств, на уровне компаний или фирм проводились такие обследования. И я хотела бы спросить, вы тоже участвовали именно в этой работе или в какой-то другой работе? Нет, в исследовании по Молдове не участвовали, я была знакома с их отчетом на одной из наших видеоконференций, и он произвел их отчет большое впечатление. Еще вопросы тогда есть? Конечно. Так, еще у меня вопрос. Вот по поводу вашей презентации, в самом конце вы даете дорожную карту развития навыков и перечисляете пять стратегических задач политики в области развития навыков. И я хочу сказать, что, во-первых, довольно общие вот эти вот задачи. И вот, допустим, последнее предложение – это соотношение предложения навыков со спросом работодателей должно решаться за счет совершенствования информационных систем рынка труда. Но мне кажется, это довольно узкая задача, поскольку здесь очень важное значение имеет вообще перспективы развития производства, работодателей, совершенствования, определения потребностей в рабочей силе по различным профессиям, специальностям, для того, чтобы определить, каким навыкам нужно учить. И здесь, прежде всего, нужно делать акцент на развитии профессиональных навыков. И совершенствование информационных систем рынка труда, безусловно, нужно. Но хотелось бы тоже более конкретно знать, какие информационные системы вы хотите. То есть расширение информации, или будет совершенствоваться развитие службы занятости, совершенствоваться, увеличиваться банк-вакансии, которые предлагаются и так далее. То есть все ваши предложения, они носят довольно общий характер и не позволяют все-таки получить представление о том, что же должно делаться в Республике Таджикистан, чтобы улучшить в части политики развитие навыков. И, конечно, акцент должен делаться прежде всего на развитии профессиональных навыков. У вас получился довольно такой теоретически большой отчет, который касается развития всех навыков. Но все-таки для решения задач занятости первостепенное значение имеет развитие профессиональных навыков. Поэтому мне кажется, что вам нужно вот эти вопросы, связанные с развитием профессиональных навыков, как-то уделить им особое внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Позвольте мне начать с того, что в основном в отчете говорится о том, что не именно профтехобразование следует продвигать. Это важно. Главное заключается в том, что мы скорее что-то более новое предлагаем. И на самом деле предстоит сделать многое. Мы пытались в этом отчете сказать, что следует или необходимо скорее странам помочь, помогать людям развивать когнитивные и некогнитивные навыки. И это поможет рабочим подумать, размышлять над проблемами и решать эти проблемы, или устранять эти проблемы, или избегать столкновения с такими проблемами. И вот такие навыки помогут людям на рынке труда решать или устранять свои проблемы, такие другие проблемы. И невозможно, никто не может предсказать, что будет в будущем. И поскольку происходят разные изменения, по мере того, как все обновляется, меняется, многие вопросы будут менее актуальными. Да, мы должны быть знакомы с разными аспектами, но одновременно мы должны способствовать людям в том, чтобы они могли адаптироваться, чтобы они могли работать в коллективе, чтобы они развивали эти навыки работы с коллективом. Есть когнитивные, есть некогнитивные навыки. Некогнитивные навыки, на них мы должны больше внимания сосредоточить, больше усилий приложить к тому, чтобы люди их приобретали. Я знаю, что это как бы такая общая информация, но тем не менее отчет в основном сосредоточен на этом моменте. Эти аспекты на самом деле почти не существуют, не только в Таджикистане, но и в некоторых других странах. Если вернуться к тому последнему моменту, последней рекомендации. Баланс между спросом и предложением, то, что следует улучшить. Здесь тоже, скорее, в общем охвачен этот вопрос, но такой баланс можно обеспечить на разных уровнях, на многих уровнях. И мы должны думать о том, как основываясь на навыках этих людей, мы можем предоставить тем наилучший вариант занятости, работы. Надо учитывать и уровень образования, но и также, каким образом люди получают свои навыки, какие навыки они имеют. Это уже означает, что мы занимаемся вопросами балансирования именно или обеспечения соответствия в зависимости от отрасли. Это зависит еще и от географических аспектов. Многие страны в Центральной Азии, в них указывается, что внутренняя мобильность очень низкая, недостаточная. И имеется в виду, что если люди будут не очень много, небольшая мобильность, то тогда уже речь идет о дисбалансе, о несоответствии. Учитывая такое предполагаемое несоответствие или дисбаланс, мы должны думать о том, как поступить. Один вариант. Мы должны улучшить информационную систему, которая поможет избежать такого дисбаланса. То, что поможет работникам, работодателям находить тех работников, которые наиболее соответствуют их потребностям. И одновременно это должно помочь рабочим находить работодателей, которые наиболее соответствуют их потребностям. И поэтому мы хотели бы сделать так, чтобы был близкий к идеальному вариант, когда потребности и работодателей, и работников совпадали или соответствовали. Иногда те, кто предоставляют возможности обучения, они могут учитывать то, что на местном уровне или в данном регионе то, на что нет спроса. Возможно, иногда, что для женщин будут подбирать какую-то работу, поскольку для этой работы больше подходят женщины, а не потому, что у этих женщин есть определенные навыки работы в этом секторе. Вот таким образом могут возникать несоответствия. Я знаю, что, извините, ответ был очень длинный, но вопрос был очень хороший, своевременный, и поэтому необходимо думать о том, как обеспечить лучшее соответствие навыков, которые имеют люди, и потребности, которые имеются у работодателей. Большое спасибо за вопрос и за ответ. Есть ли еще какие-то комментарии, вопросы из Российской Федерации? Таковых нет. Ну что ж, большое спасибо за прозвучавшее выступление. Собственно, больше у нас на что времени осталось. Мы благодарим всех переводчиков, всех координаторов, которые организовали работу сегодня. И мы хотим пригласить вас, коллеги, на нашу следующую видеоконференцию, которая будет проходить в следующую пятницу, 13 февраля. И тогда мы заслушаем выступления представителей ФМС Российской Федерации относительно тех изменений, которые внесены в нормативы, касающиеся миграционных процессов. Если у вас есть какие-то вопросы к представителям ФМС России, то прошу направлять их нам либо по электронной почте, либо через координаторов программы МИРПАЛ в разных странах, в частности, можно посылать их Ане Прохоровой, она вам хорошо известна, либо через наш веб-сайт, через нашу группу на Фейсбуке, через Твиттер. Еще раз большое спасибо. И, наверное, на этом мы завершим нашу встречу. До встречи в следующую пятницу. Спасибо. Спасибо от имени всех наших участников. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.